Или это ангел с чашей? Вам нужно узнать это, да? Ну да, любопытно. Как выглядит снег? Мы мудрость не отрицаем, где Господь говорит. Вот это есть такой... Конфуцию пришли, спрашивают. А вот мы приносим жертву за умерших. Им польза там есть или нет? Он говорит, я скажу, что польза есть, вы с кладбища не будете уходить. А если скажу нет, то вы и хоронить не будете. Умрешь, узнаешь. Чего в Библии нет, о том и рассуждаем. Мы знаем, что смерть – это разлучение с Богом. Мы никогда не можем выяснить, что она такое, как означает. По земному смерть означает прекращение движения дыхания. Врачи скажут, какие признаки. А вот по Божьему совсем другое. Лазарь уже гниет. Четыре дня на жаре. Уснул, Господь говорит. А они, говорят, умер. Господь говорит, уснул. А они не поймут никак. Сон. И в молитвах так и считаем. Мы каждый вечер ложимся спать и умираем, как бы ничего не соображая. Златоус прямо говорит, в Библии нет, не рассуждаем. Но разлучение от Бога – это мы понимаем. И когда благословение. Вот мы сегодня ходили, я делаю юстиции. Потому что юридический адрес у нас другой. Там столько надо всего. И сегодня получили документ. Я сейчас покажу, если видно будет. Минутку. Видать? Вот так. Да, видно. Более точного ответа, чем нам говорит Библия, никто не скажет. И сохрани Бог. Возмездие за грех смерть. 6.23. Послание к римлянам. А как она выглядит, это люди только рисуют. Безносая, стоит с косою. Это все из легенды. И смерть будет брошена. То есть нарушенное единение с Богом будет восстановлено. Вот рисует, как выглядят ангелы. Но ангелы, ладно, еще где-то кто-то видел. А дальше-то, когда говорится, начало, силы и власти. Как они выглядят? Начало – это особая сила духовная. Силы, силы с большой буквы. Не знаем. И туда не надо заходить. Как только вопрос появляется, сразу считайте 130-й псалом. Там ответ. И еще Еремея, 33-я глава, 3-й стих. Вот, дорогой брат, какое дело-то? Все. Другого ответа нет. Спаси Христос. Аллилуйя. Посмотрите, 130-й псалом. И Еремея, 33-й. Быстро запишите, а потом посмотрите. И смерть и ад будут брошены в Геону Огненную. Что это? Разлука с Богом закончилась. Он принял нас в объятия свои. И смерть отступила. Ее нету. То есть смертный человек. Да, смертный. Но это временное. Человек себя уничтожить не может. Вот, трудно бывает, невыносимо. И человек бывает, самоубийством занимается. Он не знает, что он не уничтожился. Никуда. Он только переменил свое состояние. Была возможность примириться с Богом, а теперь уже нет ее. И дальше мы ничего не можем сказать. Так, еще что есть у кого? Игорь Тихонович, мир вам. С миром. Скажите, пожалуйста, вот люди, которые говорят, есть такое, что душу положат за други свои, да? Вот они как бы объясняют это тем, что именно душу не жалко. Вот даже пойдешь убивать, и душу свою не жалко. Я вот не могу понять, как они оправдывают вот это? Я ничего не могу ответить. Кто-то перевел бы это. Тут плохо так, отрывками идет. Я сейчас погромче попробую. Когда вот говорят, кто душу положит за други свои, вот это как бы оправдывает то, что люди идут защищать Родину, да, и убивают других людей. Ну, именно то, что не жалко души своей, вот, то, что они не боятся ее потерять. Я даже не знаю, как правильно сформулировать. Ваш вопрос-то в чем заключается? Боятся или не боятся? Это это? Ну, да. Ну, хорошо, хорошо. Душу не жизнь потерять, а не бояться. Хорошо. Они боятся души даже потерять. Я отвечу словами трижды героя Советского Союза Покрышкина. Не боится только дурак, его уже нету. Вот и весь ответ. Боимся все. Но только поборает человек этот страх, уповая на Бога. А то такой он герой, он не боится, он не боится хорохориться. Я обращаюсь к не простому человеку, а трижды герою Советского Союза. Вот так. Если правильно я понял вопрос, то ответ такой. Что-то сегодня о смерти так много пошло. Так, все, вопросов нет больше? Отхожу. Спасибо, Христос, за внимание. Спасибо. Спасибо.